друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые воздействуют и влияют на динамику финансовых активов вам очередная неделя начинается с продолжающейся коррекции по индексу американская валюта друзья кто-то из вас может начать нервничать считаю что это не коррекция полноценный разворот а я не то чтобы хочу вас переубедить я просто каждый брифинг детально анализирую аргументирую позицию с позиции с точки зрения фундамента почему американская валюта ну а приори должна сейчас испытывать опрессинг если у вас альтернативная точка зрения и вы видите фундаментальный фон благодаря которому индекс доллара может получить поддержку ну не знаю со стороны чего то обязательно пишите в комментариях я уверен то что будет многим интересно почитать посмотреть ознакомиться с вашей позиции тем более что я традиционно друзья призываю вас всех высказывать свою точку зрения давайте вместе искать истину происходящего на финансовых рынках чтобы далеко не отходить от индекса доллара повторюсь друзья то что в рамках прошлой недели у нас выстроился очень хороший хим фон как я уже отметил а столпы именно фундаментальной поддержки из-за которых мы смело можем ставить на то что индекс американской валюты априори должен подешеветь потому что есть и статистика есть и соответствующая позиция американского регулятора есть уже фактически анонсированные но пока что еще не приняты к действию реализации планы по стимулированию американской экономики от демократов и новоиспеченного американского на президента отмечу что на прошлой неделе мы с вами следили за целым блоком американской статистики снова сделали акцент на слабость американского рынка труда детально говорили о заявках на пособие по безработице в пятницу подвели роничные продажи минус 0,7 процента хотя из-за таких проблем на рынке труда было опрометчиво ожидать что розница в итоге может оказаться чудесным непонятным образом хорошей данные разочаровали для меня это не стало неожиданностью для тех из вас кто тоже разделяет мнение лагеря трейдеров продавцов индекса доллара и ставить на то что пандемия оказала значительное влияние на американскую экономику это те данные которые также не стали какой-то новостью индекс мичиганского доверия потребителей тоже разочаровал 79 и 2 со 80 и 7 последующие отчеты друзья которые будут опубликоваться в рамках в том числе этой неделе тоже будут лишь подтверждением доказательством того что американской экономики приходится не ослабкой именно поэтому и фрс и власти сша сейчас стараются пойти на всевозможные меры задействовать инструменты которые имеются в их арсенале чтобы помочь американской экономики позиция фрс после последнего выступления джерома паула предельно ясна и понятна американский регулятор будет удерживать ставки низкими до тех пор пока не достигнет не реализует и не выполнит цели по двум принципиальным вопросам это по инфляции и стабилизации ситуации на рынке труда только что отметил что в обоих случаях серьезные проблемы с этим и даже по мнению самого американского регулятора какие-то более менее целевые ориентиры будут тестироваться не раньше 23 или даже 24 года то есть друзья очень затяжной период потенциально слабого доллара из-за политики американского регулятора который продолжит смягчать именно монетарный курс денежно-кредитную политику и удерживать ставки на низких значениях и только поэтому я постоянно делаю акцент на то что американский доллар не может получить какую-то трендовую динамику для роста потому что американский доллар идет в унисон опять же с показателем доходности американских облигаций при нулевых процентных ставках друзья американские трежерис но не могут расти очень хочу чтобы вы это поняли и еще конечно же на политика стимулирующая политика белого дома демократов в пятницу мы говорили о новом пакете стимулов 1,9 триллиона это и повышенные пособия по безработице это и увеличение единоразовых выплат через две недели байден протащит все эти изменения через конгресс поэтому ждем друзья вот фактически есть небольшой временной период когда мы можем принимать решение как действовать по доллару дальше я не буду настаивать на том что индекс нужно продавать но надеюсь вы услышали мою позицию и поняли почему именно такой вектор может стать приоритетным так по поводу других инструментов евро против доллара 1 2076 но на локальной коррекции индекса доллара который мы видим сейчас риска проседает евро доллар свалился больше чем на 150 пунктов с локальных максимумов которые мы видели несколько недель назад и bank of america рекомендует дожидаться от теста поддержки 120 и смело на всю катушку закупаться главным валютным риском потому что потенциально в перспективе 3-5 месяцев евро доллар уйдет к отметке 1 25 я друзьям разделяю позицию того что главный валютный риск будет расти но при этом не знаю до какого уровня может продлиться коррекция поэтому поскольку делаю акцент все-таки на фундаментальный фон стараюсь не метаться из одной стороны другую просто держу лонг абсолютно уверенным в том что евро обязательно вырасти британская валюта вот тут наконец-таки мы видим коррекцию в данном случае я как человек который может быть одним из последних ставил на то что фунта из-за накопившихся рисков в том числе и пандемичных должен дать слабину сейчас на фунт корректируется буду ждать друзья британского валюты еще ниже но если вы все-таки считаете на что на британец больше будет копировать поведение а прочих рисковых инструментов и отрабатывать то что произойдет потенциально с долларом тогда может быть все короткие позиции это выбор не для вас австралиец против доллара друзья вот эту сделку я предлагаю закрыть если вы ее ранее открывали потому что сейчас а есть все-таки коррекционная динамика продолжится дальше у нас есть уже евро с которым мы работаем чтобы не увеличивать позицию по инструментам который в принципе движется в одном направлении биткойн тридцать пять тысяч триста пятьдесят семь долларов рекомендую смотреть на индекс настроение крипто фирингрид который сейчас показывает 79 пунктов если верен анализ того как нужно интерпретировать этот индекс коррекция по биткойна может продлиться до тех пор пока индекс не достигнет 65 70 пунктов если мы увидим эти значения я думаю что более-менее справедливыми котировками для биткоина будут уже значение в районе 30 тысяч или даже еще ниже вот оттуда будем уже снова присматриваться к открытию длинных позиций но я думаю что когда это произойдет еще раз актуализируем уровни и изменения именно вот в этом индексе доллар канаде друзья растет покупаем цель 130 на этой неделе заседание банка канады и как я уже отмечал ранее потенциальное смягчение монетарной политики есть предпосылки из-за роста количества заболевших очень рассчитываю на то чтобы канадский регулятор точнее снизить процентную ставку и соответственно пара доллар канадец получит неплохой фундаментальный импульс а для движения выше друзья сегодня еще в 1630 московском времени состоится вебинар мы крупными мазками разберем основные фундаментальные тенденции если есть время обязательно подключайтесь прямому эфиру там же вы сможете задать вопрос по теме которая вас волнует и интересует касательно финансовых рынков на этом собственно все хорошего вам торговой недели всем пока